Ну что ж, друзья мои, всем привет из Примерчной и Зары. У меня сегодня экстремальные условия, Примерчная ужасная. Тут такая штора выше меня, я буду стараться не показывать её, потому что такая грязная, ужасная. Но ужас Зары заключается в том, что, ну смотря где, у нас есть разные магазины, я нахожусь в магазине, который близко к моей работе. Здесь, конечно, трэш-трэшовый такой район, что здесь, я не удивляюсь, что здесь всегда беспорядок и в Примерчных бардак. Ну, в общем, короче. Так, давайте начнём примерку одежды. Я пыталась какое-то что-то сделать, как будто бы праздничное. У меня плохо получается, потому что всё, видите, вот серо-чёрное, чёрно-серое. Вот это вот платье какое-то я нашла, оно такое вроде золотистое, как будто бы. Но вот вы видите, вот наборчик. Ну, то есть, не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. Я ещё раз напоминаю, что касается размеров и одежды, которую я приношу в Примерчную, это то, что есть в магазине. И поэтому вот, не знаю, что происходит, всё чёрное, всё серое, вообще какое-то абсолютно, даже вот я же говорю, праздничное. Единственное, что, ну вот блёстки поналепили. Ну, собственно, чёрные вещи, они как бы, как правило, и такие праздничные делают со всякими этими поездками, они, как правило, чёрные. Так, я быстро покажу, что на мне. На мне платье вот такой вот сарафан. Вниз я надела чёрный свитер. Это платье из коллаборации Юникло и Мар. С прошлой зимы, по-моему. Очень мне оно нравится. Красивые такой расцветочки. И к нему, вот видите, у меня есть розовое пальтишко из Зары, кстати. И вот я, да, сапоги чёрные обычные. Удобно, кстати, в Примерку. В Примерку мою. И вот с этим пальто прям такой розовенький у меня совпал. И получилось хорошо. Пальтишко и платье. Давайте примерять. Так, это не костюм, но очень подходят друг к другу вещи. Вообще эти брюки, честно вам скажу, мне очень понравились. Их можно носить с разной одеждой. И даже в обычный, так сказать, если надеть обычный свитер, одеть-надеть, ой, я такая громотейка, не говорите прям. Если надеть обычный свитер, да, или какой-то, ой, немножко длинноватый мне, но не страшно, для Зары не страшно, потому что у меня обычно все вещи просто, я в них просто, мне просто нужно половину брючины отрезать. У меня всегда очень длинные брюки в Заре. Вот смотрите размеры. Брюки Large, кофточка Small. Вот если кто-то хочет, девочки, такую себе приобрести на праздники, то имейте в виду, она очень оверсайзная. Видите, она и сзади мне такая свободненькая. В общем, она довольно большая. Я даже бы и Extra Small могла бы надеть для себя. Но вот я решила Small. Интересная вещь. Это все очень как бы бюджетные вещи, исключительно бюджетные. Прям такой бюджетный праздник у нас будет. Но, вы знаете, выглядят они неплохо. Ну, конечно, это все полиэстер, это все такое, знаете, не очень качественные ткани. Но я вам хочу сказать такую вещь. На Новый год вещь, вы покупаете их, эти вещи. Если вы прям вот так вот хотите, чтобы у вас все время было что-то новенькое, то не стоит покупать чего-то дорогое. Если вы будете каждый год надевать эту вещь на Новый год или на какие-то другие праздники, то, в принципе, да, стоит заморочиться и купить уже, наверное, что-то подороже. Но я вам хочу сказать, что вот что-то вот такое, вот палеточное. Ну, вы знаете, что в последнее время я смотрю, многие блогеры носят вот такие вот юбки с пайетками в обычной жизни. Со свитером, с какой-то рубашкой белой или в полоску. В общем, с такими, с футболкой, с обыденными вещами надевают вещи с пайетками, как юбка, например, с пайетками и вполне спокойно в ней ходят. Я в жизни не видала такого. Это не в Канаде, возможно, где-нибудь в Италии там или в каких-то странах, в которых более такой фэшн, скажем так, стрит-стайл и фэшн более развит, чем у нас. У нас-то точно это просто. Хотя, если я так приду на работу в такой юбке и в каком-нибудь свитере, мне даже никто ничего не скажет, если честно. Потому что, ну ладно, ко мне, потому что привыкли, что я вечно как попугай одеваюсь. В хорошем смысле этого слова. Но другие люди так у нас никогда не оденутся. Но давайте вернемся к нашему. Значит, брюки. Они сделаны из вот такой вот какой-то интересной такой ткани. Очень тонкая, очень легкая. Причем они на резинке. И это классно и очень удобно. Потому что если вы надеваете это на Новый год, то понятно, что в них хорошо кушать, удобно, легко. Резиночка растягивается, ничего не жмет, не давит на живот. Но тогда нужно, конечно, что-то надеть сверху, чтобы прикрыть эту резинку сверху, потому что это некрасиво. Или если заправлять внутрь, то можно, значит, такой широкий пояс. Пояс будет вам сжать, давить после оливье и подшуба и всего вот этого вот. И пузырьки шампанского там у вас надуются в животе. Я так много разговариваю. Вы сейчас будете на меня ругаться. Хорошо, значит, смотрим вот на этот комплект. Вот такая кофточка и брючки. Кофточка вот такая вот гофрированная. А брюки классные. Я с ними еще кое-что примерю. У меня есть несколько вещей, которые, мне кажется, с ними неплохо будут носиться. И вот эти брюки, я вам скажу, что их можно носить в обычной жизни. Если найти какой-то свитер или толстовку, или что-то такое длинное, такое большое, кежуал такое, знаете, то вполне можно ходить в этих брюках. И ничего такого уже прямо ужасно. Это не будет прямо такой супер нарядной. Но мне брюки нравятся. Действительно классные. В том смысле, что они очень многофункциональны. Так, давайте посмотрим, что у нас с этой кофтой. 100% полиэстер, конечно, она очень бюджетная, стоит 45 долларов. Это прям по нашим деньгам нынешним прям очень дешево. Видите, размер смол. Вот ее номера цифры, если вы хотите ее заказать. Сделана она интересно. Смотрите, у нее плечо такое, как будто бы, немножко собрано. Но, во всяком случае, видите, вот здесь как будто бы пройма. Видите, вот смотрите, пройма. Потому что нам не было плохо видно. А сверху еще такая, как будто бы, складка сделана. То есть она не просто совсем уже такая прямо мешок-мешком. Она довольно интересно как-то сшита, скроена. Значит, здесь какие-то, я не поняла, ни то отрезаны, ни то выточки. Сзади, наверное, тоже такие же. То есть я бы хочу сказать, что она не совсем уж прям такая... Ну, сделана, конечно, фигова. Вот тут какие-то заломы, что-то такое. Ну, неважно. Знаете, еще раз повторюсь. Если вы просто хотите что-нибудь новенькое, свеженькое, блестящее, недорогое на праздники, то вот вполне можно, вполне можно. Она неплохо сидит, она, допустим, прикроет вам вот попу-живот немножко. Но при этом вот здесь у нее какие-то вот эти отрезные штуковины, что как бы немножко так делают фигуру, талию. Но, еще раз повторюсь, это размер смол. То есть она очень-очень-очень оверсайз. Так, смотрите. Толстовка. Это просто вот такая вот прямо как толстовка. Нарядность ее заключается в том, что к ней вот здесь вот пришитый вот такие вот каскад кристаллов спереди и сзади. И это делает ее некоторым образом нарядной. Вот я примерила ее с этими брюками. Я вам хочу сказать, что вот если вы наденете эти брюки с какой-нибудь просто толстовкой черной, представьте, что вот этого всего нету вот здесь, да? Это просто черная толстовка с такими брюками уже вполне как бы это перестает быть, они перестают быть такими уж нарядными. Ну, конечно, чуть-чуть такие нарядные, но это не что-то такое супер-пупер на праздник, только там на вечеринку, на корпоратив и так далее. Смешное слово, да? Я вспомнила, давно не употребляла, потому что у нас называется по-другому. Корпоратив у нас называется по-другому. Кризмас парти. Ну, в общем, вот. Вот такой вот, вы знаете, вот как сделать из простой толстовки, непростую толстовку. Это можно сделать даже самому, вот, у кого руки правильные, да, вставлены. Накупить вот на Алиэкспресс вот таких вот кристаллов. И можно залепить хоть одно плечо, хоть два. А здесь, видите, она симметричная, только на одном плече вот так. Мне не нравится здесь горло. То есть они как бы сделали толстовку, но свиток, потому что здесь нет капюшона, а вот делали вот такое вот горло. Его можно поднять. Вот так вот можно закатать. Ну, в общем, это мне не очень нравится. Если честно, она большая. Это размер Larch. Ну, не было. Был Larch Extra Larch. Я ее взяла, чтобы была она как бы вот. Но она слишком прям такая очень большая. Очень большая. Короче говоря, вот такая вот тоже. В принципе, можно из нее сделать нарядную, если вы хотите ее как бы вот что-то чуть-чуть такой с привкусом праздника, но не сильно праздничная. Вроде как толстовка, и вот хоп, кристаллики на плече. Садится прикольно, видите? Так, вот в полный рост. Я вам все показываю. Вот такая вот, вот такой вот костюмчик. Ничего, нормально. Вполне плохо. Так, это у нас 60% хлопок, остальное полиэстер. Размер Larch. Что это? Она 55-56 долларов, 55-90. Это не очень дорого. Номера вот ее. Вот номера. Смотрите, какие красивые. Красивые какие кристаллы, а? Прям бриллиант. Нет, ну правда, они так блестят, переливаются. Как они приделаны, я не пойму? Они пришиты, что ли? Я не вижу швов с обратной. А, они, видите, как-то приклепаны. Видите, вот так. Ну, то есть, я надеюсь, что они не отвалятся. Как это все стирать, не знаю. Наверное, на левую сторону надо выворачивать. Ну, конечно, от стирки это все может свалиться. Кнопки эти такие. Ну, в общем. Да, ну, в общем, вот такая вот ковтюлечка. Так, ну, еще не очень удачный образ. Я принесла вот этот светорок. Он оказался очень короткий. Я думала, как-то он был подлиннее. Так обтягивает меня, в общем, не совсем. Но я просто клюнула на его вот эти вот, опять же, блестки. Клюнула я на эти стразы. Как вы понимаете, я сороками мимо пройти не могла. Ну, с этими брюками не очень хорошо. У меня есть юбка. Сейчас я с ней померю. Хотела попробовать с брюками, но он очень короткий. Это будет хорошо для девочек молодых, стройных, у которых вот тут вот все красиво. И живот, и можно немножко вот так вот иногда, знаете, чтобы между брюками и кофтой осталась какая-то полоска кожи. Ну, я могу так одеться, если я сверху надену какой-нибудь там большой жакет, например, или какую-то кофту, или пальто, или что-то такое. Чтобы вот прикрыть это все безобразно. Вот, ну, в принципе, сама кофточка вот такая вот. Очень много у них сейчас с какими-то жемчужинами, с этими самыми, с какими-то черными кристаллами. А эта вся вот в таких вот кристалликах. Кристалликах и стразиков. Так, смотрите, брюки. Размер large. Вот их размеры. 56 долларов они стоят. Очень тоже бюджетные. У нас сегодня с вами бюджетные примерки на Новый год. Бюджетные праздники. Праздники на бюджете. Вот. Вот они, видите, сверху на резинке. Это размер large. Да, мне хорошо. Можно было medium, но вряд ли. Да, это medium бы мне поджимал. А вот large в самый раз. Видите, они довольно красивые. Ну, то есть, тоже блестер, конечно, но выглядит неплохо. Неплохо. И они очень тонкие. Их можно и зимой, и летом. Зимой, если холодно, можно какие-нибудь колготочки пододеть тоненькие. И можно и толстенькие. В общем, ну, короче. И вот они такие вот довольно нарядные выглядят. И на мой рост не очень длинный. Смотрите, девушки. Если вы ищете себе юбку с пайетками, это просто идеальная юбка. Вот по ощущениям и по тому, как она сидит, у нее нет замка. У нее сверху широкая такая плотная резинка, которая довольно легко на меня как бы наделась. Это размер large. И она мне просто идеально на мне сидит. И в профиле и в анфас, несмотря на то, что это вот такой вот блеск, она меня совсем, на мой взгляд, не увеличивает. Так, я примерила ее с этим топом. Я хочу вам сказать, что у меня сегодня удачные низы, плохие верхи. Вот эти брюки очень даже ничего. Юбка просто классная. Если вы хотите юбку с пайетками, она просто классная. Она такая плотная. У нее очень хорошо плотно нашиты пайетки. Просто, знаете, и она очень хорошо скроена. У нее очень хороший крой. Она не узкая, она немножко такая расклешается. Но верхи у меня сегодня неудачные. Вот эта кофточка какая-то. Короткая, дурацкая, детская и не очень. Мне нравится. Я ее напрасно принесла. Вот этот вот, вот это худи очень большой. И тоже не совсем как-то так мне не нравится. Ну и вот эта кофта, она такая дешевая. Такая как с этого, как с базара, что называется. Так что у меня сегодня верхи не могут, низы не хотят, как говорится. Вот низы у меня сегодня удачные, а кофточки... Короче, но давайте абстрагируемся от этой кофточки. И мы не будем обращать на нее внимание, а будем обращать внимание на юбку. Она действительно очень-очень классная. Мне она очень нравится. Прямо во всех смыслах. Если ее с хорошим, с правильным топом надеть, можно даже какой-то... Вот знаете, лучше всего было бы, если у меня была какая-нибудь белая рубашка. Такая чуть-чуть с каким-то вот, с каким-то люрексом или вот что-то такое. Просто вот рубашка такая, знаете. Не такая, не вот эта кофточка куцая. Нет, ничего у меня нет еще. У моего нет ничего. Знаете что, у меня есть такой черный свитер. Я сейчас попробую с ним надеть. Мне кажется, это даже будет лучше, чем с этой кофточкой. Так, смотрите. Я наделась с моим вот этим свитером. Это мой свитер из хлопка. Я его ношу под какие-то сарафаны. Просто когда у меня нет рукава, чтобы у меня был черный рукав. Он тоже не очень хорошо с этим выглядит. Потому что он такой матовый такой, а юбка такая с блеском. И если бы у меня была, конечно, рубашка, типа сатиновая, знаете, белая или даже черная, то было бы, наверное, получше. Я хочу вам показать, как она сделала сверху эта юбка. Видите, у нее здесь такой вот рулик, резиночка. Она здесь вот тянется. Я надела ее довольно с легкостью. Это размер ларч. Я без замка. У меня нет замка. И я ее натянула на себя совершенно запросто. Просто запросто. Она нигде мне не давит, не жмет. Кстати, тоже очень удобный вариант для новогодней ночи, когда пузырьки шампанского, смешанные с салатом оливье, начнут вам давить на желудок и все внутренние органы малого таза, которые делают вам очень неприятные ощущения. Так вот, то, что здесь есть резинка, это очень-очень вам поможет в новогоднюю ночь. Так, давайте смотреть. Юбка размер ларч. Стоит она 70 долларов. Вообще недорого по нашим нынешним ценам. Ну, то есть, как бы, я вам говорю, что сейчас вообще за такие цены что-то купить у нас практически невозможно. Видите, это называется праздничные дни коллекция. Вот здесь у нее резинка внутри. И здесь есть подкладка. Вот это, видите, подкладка у нее. Ну, синтетика, конечно, да. И подкладка короткая. Где-то она вот до сих пор, да. Вот видите, вот это верх юбки. И вот тут вот где-то она кончается. Ну, то есть, выше колена. Сильно выше колена. Но я не заметила, что она... Эта юбка прозрачная. Она вообще не прозрачная. И видите, у нее такая хорошая плотная ткань. Хорошо пришиты эти пайетки. Такая кольчушка прямо. Очень плотно пришиты. Они не редкие, не жидкие. А такие пайетки очень, знаете, такие... Ну, соли, это называется по-английски. Ну, то есть, такие крепкие, да. И, по-моему, ее можно вот так вот немножко... Вот видите, делать в ней... Их можно вот так вот повернуть. И будет... Она будет немножко в таких вот разводах. Видите? Смотрите. О, классно. Ее еще можно сделать вот так вот. Видите, эти пайетки. Можно немножко поворачивать их в направлении. И она тогда получается немножко с таким вот... Видите, с рисунком как будто бы. Можно самим... Самим это себе кастом-мейт. Можно сказать, ручная работа. Можно самим это себе устроить. Вот такой вот еще рисунок на ней. Мне нравится. Прям нравится. Вот оно что. Кофточка, оказывается, была размер смол. А, ну я помню, что она была в магазине одна. Вот, сейчас я вспомню. Когда бродила по магазину, я не нашла большего размера, потому что она была одна. И это смол. Если бы она была медиум, например, да, хотя бы, она была бы немножко подлиннее, не была бы такая куция. Ну, все синтетика. Стоит 56 долларов. Тоже очень бюджетно. И вот такие вот тоже на ней бриллианты. Прямо блестят, переливаются. Прямо кристаллы сваровские. Как они пришиты здесь? А, они тоже так вот заклепаны. Видите, на эти клепки. То есть они не пришиты. Они все на клепках вот таких вот сделаны. Как это держится и хорошо ли держится, я не знаю, девочки. У меня никогда такого ничего не было. Как это стирается, не знаю, не могу сказать. Но то, что есть. И у нее сзади тоже вот они, видите. Бриллианты и на спине, и на позе. Чтобы вот был полный комплект. Так. Отойдем немножко от черно-серой темы. Вот такое у нас платье сегодня. В принципе, это экстра-ларч размер. И я вам хочу сказать. Вот здесь вот оно у меня прямо маловато. Ну, видите. То есть оно так, в принципе, не жмет мне ни в коем случае. Но вот все выделяется, что не должно выделяться. Нужно либо белье утягивающее. Либо не нужно это платье покупать. Но сзади на спине вот здесь. Оно у меня, видите, бугром стоит. Видите, как некрасиво. Потому что это экстра-ларч. И оно мне просто тупо велико. Видите, вот здесь вот у меня как-то оно. Вот это вот. Что здесь происходит? Какая-то лишняя ткань, которая у меня на попе натягивается. А вот здесь она как-то бесит. В общем, оно мне так понравилось на вешалке. Есть еще такое бордовое. Но бордовое не такое красивое, как вот это. Это прям такой цвет благородный. Прямо такая old money, знаете. Такой красивый цвет. И такой, знаете, классический красивый фасон. Но я уж старалась экстра-ларч выбирала. Оно очень длинное. Прямо такое вечернее. Вполне сгодится на вечернее платье. Но вот здесь вот это вот все как-то... Это не мой фасон. Оно как бы вот... Оно как-то так скроено, что оно мне не мало, но оно мне... Вот здесь вот все выпирает. А в то же время сзади, на спине, оно мне вот это вот... Услышали мои разговоры. Пришла ко мне девочка спросить, если я тут не... Я откинула коньки. Я очень много разговариваю, очень долго сижу в премьерочной. Короче говоря, значит... Сбила меня. Короче, а вот сзади оно мне... Сзади оно мне большое. Так, оно меня сбило, и я забыла, о чем я говорю. Смотрите, я попыталась сделать какое-то... У меня такая брошька. Она у меня была надета на платье. Вот можно как-то... У меня не очень хорошо получилось, но идею вы понимаете. Можно как-то вот так вот его поддрапировать, вообще такого типа платья. Как-то немножко задрапировать, поднять, приподнять. И вот здесь вот заколоть брошью, такой нарядной, и прям получится немножко лучше. Ну, незначительно лучше, ну, можно как-то попробовать с этим поиграться, чтобы сделать его более таким носибельным. Но все равно будет обучить. Ну, в общем, вы поняли идею. Факир был пьяный, фокус не удался, но я старалась. Так, платье тоже все синтетика. Размер экстра-лардж. Цена его 80 долларов. Вот его номера. Бордовый еще есть цвет. Ну, в общем, короче, оно красиво сделано. И что в нем мне понравилось, что вот эта вот пуговичка сзади, она с петелькой сделана из резинки. То есть это, видите, ну, в нитке, конечно, не важно. В нитке пуговицы пришли. Это очень удобно. Но я его надевала не расстегиваю. У него довольно широкая вот эта вот горловина. Но если вам надо расстегнуть и застегнуть, то с петелькой это намного удобнее делать. Так, маленькое черное платье. В моем случае это большое черное платье, потому что это размер экстра-лардж. Коротенькое довольно. Оно, даже экстра-лардж, мне как-то... Я как-то себя в нем плохо чувствую. Во-первых, оно очень короткое. Во-вторых, оно какое-то узенькое. Но оно за счет того, что, знаете, оно сделано как будто... Оно блестит, но оно как будто бы из какого-то неопрена с трикотажем. Я даже не пойму, что. О, в нем, наверное, ужасно будет жарко. Когда жарко. Но за счет того, что в нем нет рукава, то вот это вот как бы будет проветриваться и вполне себе... Не знаю, вполне или не вполне. Хочу сказать, что на вешалке в магазине оно выглядело очень симпатично. А на мне оно выглядит никак. Какое-то вот оно никакое. Хотя вот вроде и не облегает, и не обтягивает сильно. Но очень короткое. Неудобно короткое. Потому что это я стою, а если я в нем сяду, оно у меня вот здесь вот будет, да? И какое-то оно такое все... Ну, классическое маленькое черное платье, которое... Еще раз повторюсь, в моем случае это большое черное платье, потому что это размер экстраларч. Вот так. Причем оно висело не в молодежном отделе, а было в отделе для взрослых женщин. То есть это коллекция для взрослых, да. Вот такое вот маломерное. Так, смотрите, оно прям бюджетное. 65-66 долларов. Экстраларч размер. Вот его номера. На вешалке оно выглядит намного лучше, чем на мне. Ну, у них есть... Больше размера нету. Так что вот, не смогла бы я найти больше размер. Видите, такая интересная ткань. Как будто бы... Мы прям сегодня очень по-бюджетному пошли. Как будто какой-то такой, типа, неопрент, рикотаж, в общем, что-то такое. И вот к нему прилеплены вот эти вот блестящие ворсинки. Так, знаете, оно неплохое. Вот так на вешалке висело. Оно мне очень понравилось. На мне как-то не очень. Во-первых, очень короткое. Здесь вот, кстати, выточки сделала. Hi, for number 11? Yes. Hi, we're just checking to see if you're okay. Yes, I'm okay, thank you. All right. Что происходит сегодня в Заре? Сейчас я уйду уже, блин. Сейчас мама сидит. В общем, вот такое вот, короче, платье. Ну, ничего особенного. Так, окей. И напоследок, как всегда, мы с вами посмеемся. Я же люблю что-нибудь такое принести, чтобы вас повеселить и порадовать. Вот это было достаточно веселенькое платье. Это еще веселее. Опа. Короткое, обтягивающее. Здесь вон какие-то складки в нем. Ну, вы знаете что? Нету шлея. Как бы вот тут вот такой вырез. Все вот такое вот в блестящих панетках. Значит, для такой платья мне нужно похудеть килограмм и так на 20, наверное, да? Как вы думаете? Или 15 хватит? Ну, 15 точно. Как бы, ну, девочки, смотрите, я очень к себе, ну, как это сказать, у меня очень высокие стандарты по отношению к себе. Я никогда в жизни вот при моем весе не надену ничего такого. Хотя есть люди, которые наденут, потому что им как бы не нравится. А мне вот, на мне это не нравится. Понимаете? Потому что у всех разные фигуры, у всех разные, разные сложения. Вот. Ну, в общем, вот такое вот платье. Оно, кстати, держится хорошо так сидит, не падает. Сейчас я вам покажу вот в полный рост его себя. В общем, вот такая вот я дива из этого, из ночного клуба, я бы так сказала. Зачем я это цену на себе, я не знаю. У меня здесь ничего не торчит, не видно. Вот так вот оно выглядит здесь, такой ровненький срез. Вы знаете, я вам это показываю, потому что есть зрительницы у меня стройные, с хорошими фигурами, которые вполне могут на себя это надеть. Ничего в этом такого нету. Оно очень, в принципе, ну, короткое платье, вечернее для какой-то партии такого, знаете, для ночи, новогодней вполне-вполне подойдет, мне кажется. Ну, не на меня, конечно, но для людей с больше, с лучшим фигурами, чем у меня. Тем более здесь вот такие вот зашиты складки, поэтому живот особенно не торчит. Но, опять же, нужны ручки, плечики, надо подзагореть. В общем, такое вот платьице. Так, смотрите, на платье нету цены в наших долларов. Есть 36 евро. Я думаю, что у нас оно стоит долларов 60. Так, я примерно представляю себе. Прямо очень бюджетная, прямо очень. Значит, ткань сделана, ну, конечно, синтетика, но, видите, ткань красивая у него. Оно как будто бы бархат, как будто бы бархат с такими нашитыми пайетками. Правда, очень красиво. И оно неплохо сшито. Значит, у него... А, ну вот, посмотрите, экстра-ларч размер. Я примеряла вот его номера. И... Видите, у него здесь вот сделана вот эта вот такая вот липкая такая вот лента, которая его должно прилиплять к вам, чтобы оно с вас не падало. Значит, под грудью оно отрезано. И сбоку у него есть вот такие вот здесь вот складочки, сзади замок. И оно, конечно, очень короткое, но я вам хочу сказать, что очень бюджетное. И если вот вам прямо надо блеснуть, прямо вот быть королевой балла на одну ночь, то вы прямо в нем будете королевне-королева, но принцесса точно. Такая вот вся блестящая. Главное, чтобы оно с вас не свалилось в самый неподходящий момент. А так, в принципе, все нормально. Так, ну что ж, дорогие девушки, такие у нас были примерки праздничных, очень праздничных и не очень праздничных, но очень бюджетных нарядов из Зары на Новый год. Я сейчас уже ухожу, потому что меня тут два раза уже спрашивали, или я в порядке, что со мной случилось, жива ли я, здорова. Что-то я удивилась прямо. Первый раз я вижу в Заре такую заботу о своих покупателях. Они, по-моему, вообще запускают тебя и забывают вообще, что ты находишься у них там внутри. Вот. Очень странно, конечно, так меня это действительно олирует, но что делать. Закулисье блогеров с примерками. Объясните им, что я снимаю для Ютьюба. Они, я думаю, что вообще не поймут, о чем я говорю, если честно. Такие у нас реалии в Канаде. Все, дорогие девочки, всех люблю, целую. С вами Владит из Канады. Всем привет из Канады. Пока-пока, мои.